Виктор Фурсов Виктор Фурсов Сохраняются зелененькие листики И вот на них еще можно найти божьих коровок И что же это за божьи коровки Вот о них мы и поговорим Становится прохладненько И именно осенью можно их больше найти Именно как раз уже начиная в августе В сентябре И даже вот в октябре Можно найти Я их посадил сюда вот в контейнер И буду при этом выпускать Вот вы думаете я сюда посадил змей Нет, нет, сюда я в коробочках, в этих кулечках посадил божьих коробок. Почему их только много? Потому что они сидят на листиках. Именно на листиках вот этих растений. Они сейчас будут у меня убегать, поэтому у меня есть крышечка. Они сидят. А именно на сведине, на дерине или на кизиле. Они прекрасно себя там чувствуют. И они именно вылупляются. Да-да, они как раз собрались-то зимовать взрослыми. Они еще там что-то кушали. Мы об этом сейчас поговорим. Что же кушают божьи коробки? А мы их сейчас повыпускаем. Некоторые тут бегают по пакетику, чтобы не бегали у меня тут вокруг. Пусть бегают как раз. Вот сейчас их появится много. Что же едят божьи коробки? Божьи коробки хищники. Хищники уже начинают разбегаться. Срочно-срочно выпускаем. Срочно-срочно, чтобы не убежать. Ай, не убегайте, не убегайте. Хищники. И прежде всего, они питаются, конечно же, какими-то сосущими насекомыми. А что это за сосущие насекомые? Это прежде всего тлей. Именно вот этих тлей как раз накизили, надерни очень даже много, начиная с сентября. А вот когда было тепло в сентябре, их можно было даже хорошо заметить, потому что кругом летали черные тучи каких-то тлей. А именно эти тлей составляют осенью основу питания вот этих вот божьих коробок. И что же это за божьи коробки? Если вы думаете, что это те божьи коробки, которыми вы знакомы еще в детском саду, если вы еще моего возраста, то вы ошибаетесь. Это уже совсем другие, это чужестранные божьи коробки. Закрываю срочно крышечкой и продолжаю свой рассказ. Да-да, это чужестранные божьи коробки. Потому что это другая божья коробка, это гармония оксиридис, изменчивая божья коробка. Вот тут их, пожалуй, что более сотни будет находиться. Я их специально собрал, потому что они вылупляются и распространяются. Ему уже становится маловато чего поесть, а именно тлей уже становится маловато на Дерене и на Кизиле. Или на Свидине. Дерен это бывает белый. Корно, Альба, Свидина, Корнус, Альба и Сангуйне. Еще 20 видов вот этих вот Свидин и Корнусов и Кизилов. Их так очень много. А чем же они питаются и откуда взялись эти божьи коробки? Как оказывается, эта божья коробка как раз не наша божья коробка. Наша божья коробка, вы знаете, маленькая такая крохотная, с четверть ноготка. 12-точечная божья коробка. Или двухточечная божья коробка. Еще меньше, чем с четверть ноготка. Тех становится очень мало, потому что вот эти божьи коробки, то есть еще те божьи коробки, они их поедают. Поедают. Они с ними конкурируют, потому что у них конкуренция. И эти божьи коробки завозные. Эти божьи коробки, как я сказал, если я еще не сказал, Хармония Аксиридис. Изменчивая божья коробка. Родом в Юго-Восточной Азии. Сейчас глобализация, распространение товаров, продуктов, растений, всего чего хотите. И многие виды распространяются очень широко. А этот вид, кстати говоря, был еще ввезен очень давно, еще в начале века. Фактически на территорию Европы. И бывшего затем Советского Союза. Потом он был ввезен в Северную Америку. Таким образом он распространился глобально по всему свету. А с изменениями климата, с изменениями экологических условий, как оказалось, эта божья коробка, оказывается, более приспособленная божья коробка. Она быстрее развивается, и она активно пожирает других божьих коробок. А почему она пожирает? Потому что у личинка, личинка, если вы видели, у божьей коробки очень красивая. Она прежде всего такая рогатая. Мы ее сейчас попробуем нарисовать. Она представляет собой, конечно, такого червячка. Полосатого, полосатого. С три пары ножек, с большой головой и с большими челюстями. С большими челюстями. И она хищная. И она вполне сносно себя охотится как раз на личинок. И на взрослых тлей, и других сосущих насекомых, на растениях. Но если ей попадаются другие божьи коробки, она прекрасно их уничтожает. Зачем распространили эту божью коробку по всей Европе, и даже завезли в Северную Америку? Как раз для борьбы с различными сосущими вредителями. Прежде всего с тлями и с цикадками. Но, как казалось, эта божья коробка хитрая божья коробка. Она еще может есть и различные растения. Она, оказывается, если попадает на виноградные поля, будет подъедать виноград. А тем более, если виноград начнут делать из него вино, или сок попадает туда внутрь и портит, надо сказать, своей гемолимфой, своим неприятным коричневым содержимым, вкус, запах и качество этого продукта из вина. Поэтому она представляет определенную грузу даже виноделию, виноградарству. А ко всему прочему она может подъедать некоторые сладкие фрукты. Тем самым она является активным, распространяющимся, инвазивным, внедряющимся видом вредителя. А что же она кушает на этом своем растении, которое я собрал? А потом вот так вот быстренько распространяется. Ко всему прочему, она так быстро распространяется осенью, что она старается где-то спрятаться. Потому что она будет зимовать, и для того, чтобы спрятаться, она идет почему-то к окошечку, идет к гаражику, идет к разным сооружениям, которые сделал человек. К домам, к сараям и всему прочему. И там прячется. Причем в огромных количествах, я в огромных количествах их не видел. Она взбирается и на столбы, и на кусты, и на стены. И зиму перезимовывает в этих условиях. Но, ко всему прочему, если она попадает на человека, она еще иногда даже начинает его покусывать. Покусывать, что приносит некоторым людям большое раздражение и аллергия, поскольку она все-таки немножко пахнет. У нее гемолимфа такая очень желтая и неприятная. Так вот, а что она кушает на вот этом растении на сведине? Оказывается, на сведине сейчас еще остались такие большие колонии. Колонии тлей. Вот они тут ползают. И колонию тлей, вы можете заметить, на нижней стороне растений как раз именно дерна, дерена, сведины, корнуса или кизила. На нижней стороне будут шкурки, оставшиеся от тлей. А может быть, вы заметите и самих тлей, черных тлей. Это так называемая, на русском языке, сведина злаковая тля. А по-латыни аноция корни. Корни это как раз корнус, сведина. Или, значит, сведина злаковая тля, или корневая злаковая тля. Очень хитрая тоже тля, такая же хитрая, как и божья коровка. Но это местные тли, которые здесь широко распространены в европейской части. И даже в Азии. Однако особенностью заключается в том, что осенью находятся крылатые особи как раз на сведине. Крылатые особи, и они разлетаются, разлетаются. Они ищут новые места обитания. Они ищут новую сведину, новый дерен, новый корнус, новый кизил. И там они летают, самцы и самки, спариваются, они черного цвета. Потом они откладывают яйца. И вот эти вот яйца зимуют. Как раз они, поэтому это поколение крылатые летает. А вот она сведина злаковая тля. Потому что весной, когда вылупляются личинки, сначала они питаются на сведине, сначала питаются на основном, так называемом, хозяине растения. На дерне, сведине, корнусе и кизиле. А потом они мигрируют, тихонько мигрируют, но без крылой особи. И их разносят очень часто муравьи, которые их подлизывают. Это лазиус ниггер, лазиус флавус черный муравей. Они их разносят, за ними ухаживают, и в том числе разносят на другие кусты растений. И, конечно, что-то там теряют, что-то оставляют на злаках. А на корнях злаков начинает развиваться второе поколение. Как раз на злаковых пуация. Почему злаковая тля? Потому что там развивается бескрылое вот это поколение. Отдается еще поколение бескрылое, а потом уже в конце августа появляется крылатое поколение. Это крылатое поколение мигрирует себе спокойненько, мигрирует на сведину. И еще успевает, оно же быстро развивается. Буквально за неделю, 10 дней, 12 дней развивается следующее поколение. Опять же крылатое. И вот это крылатое поколение снова, потом уже мигрирует, уже снова на другие места, на сведину, где откладывает яйца. Где откладывает яйца осенью. И таким образом цикл завершается. То-то она мигрирует между кустами, растениями. На кустах она сидит на листьях, а на злаках сидит на корнях. Поэтому их особенно-то незаметно. Тем более, что бескрылое усы, они такие маленькие желтые точечки. Вот такая вот интересная, мигрирующая тля, сведина, злаковая тля. А вот эта божья коровка, Хармония Аксиридис, она тоже необычна тем, что она как раз поедает некоторые фрукты. Но это не одна такая божья коровка делает. Вот я взял атлас, в котором есть картинки у нас Валерия Михайловича Ермоленко. Старенький атлас, однако, с красивыми рисунками. И мы здесь видим вот здесь вот божьих коровок, желтеньких, таких красивеньких, с черненькими пятнышками. Оказывается, и другие божьи коровки. Некоторые могут повреждать растения, они не только хищники. Вот эти божьи коровки, как цинолида семейства божьей коровки. Такая, как божья коровка Солнычко Буряково по-украински. Что называется? Божья коровка. Что кладут? Свекольная. Свекольная. Свекольная божья коровка. Булея лечацошовей. Лечацошовей. Или божья коровка люцерновая. Субкокцинелля. Вигентин. Куатопунктата. Они питаются растениями. Их как раз. Одна питается на, как раз на бурике или свекле. На сахарной свекле. А вторая питается на люцерне и различных бобовых. На люцерне и спорцете. Конюши на люпине. И личинки питаются. Божьи коровки сами они хищничают. Они все-таки хищничают. А они вот убегают от меня тут. Из контейнера тут. Ага, я чуть-чуть приоткрыл. Поэтому они убегают. А вот другие, они еще и хищничают. А сами эти божьи коровки подпитываются листиками. Особенно вредят как раз их личиночке. А хорошо, что у Бот, у Хармония, Ксиридис они питаются в большей части сосущими вредителями. Иначе это была бы огромная проблема для овощных и фруктовых культур. А вот чем ее отличить, эту божью коровку? Тем, что она очень сильно изменчива. Если есть 12-точечная божья коровка, у нее будет, она будет рыженькая с черненькими точечками. Вот есть тут такие некоторые особи рыженькие. И вы думаете, что это обычная. А вот есть особи, которые совершенно черные. И вариаций таких очень много. Больше 20 вариаций, наверное, будет. У нее здесь будет вот тут маленькая передняя спинка. Такая, которая тоже будет с различными точками. И вот количество этих точек варьирует. А это может быть 2 точечки на каждом надкрылье. Это может быть 4 точечки. Может быть 6. Может быть 8. А может быть вообще надкрылье абсолютно черное. Но на нем будет всего лишь одно маленькое пятнышко рыжего цвета. Два маленьких пятнышка рыжего цвета. И здесь вот она будет чуть-чуть... Или рыжая с черными пятнами. Или наоборот черная с рыжими пятнами. Вариаций крайне много. Ну и как некоторые говорят, это разные виды божьих коровок. Как оказывается, это не разные виды божьих коровок. Это одна и та же божья коровка. Поэтому она и называется Хармония Аксиридис. Изменчивая. Очень много различных цветовых форм. Так что, если вам любопытно понаблюдать, какие же у нас есть формы божьих коровок. Они у меня вот есть. Есть немножко в контейнере. Но сразу после видео я покажу их в приближенном увеличении. Видите, вот есть более темные, совершенно темные экземпляры. Есть совершенно желтенькие экземпляры. Я их покажу маленьким кусочком, маленьким роликом сразу после этого видео. Так что, вот сегодня такой кратенький рассказ про тлей и рассказ про божьих коровок. И про то, что вы еще можете увидеть на экскурсии буквально даже в конце осени. Так что, спасибо за внимание. Наблюдайте за божьими коровками с открытыми глазами. И, конечно же, если вы эту даже изменчивую божью коровку посадите на руку и попросите ее. По-украински она называется соночка. Соночка, если вы ее посадите на руку, на палец, она отогреется. Правда, насекомые иногда, наоборот, впадают в тонатос, они падают так. Но иногда они притворяются мертвыми, они не двигаются. Но очень часто они начинают активно двигаться. Если вы ее, особенно после улицы, согреете, она сразу начинает двигаться. И это сонночко, что называется солнышко, начинает быстро лететь. И вы можете спеть песенку. Божья коровка, улети на небо, там твои детки кушают конфетки. Да. И она прекрасным образом полетит искать своих деток. Да. Вот такое сегодня видео про божьих коровок и про сведино-злаковую тлю, которую очень много она сведине, дарине, корнусе и кизили, но которая спрячется, и не все ее замечают. А вы теперь будете знать, что есть такая сведино-злаковая тля, и если вы просто опрыснете кизилу, и ее полностью не уничтожите, она еще спрячется на злаках, а потом снова немножко к вам прилетит, прибежит, и муравьи ее принесут через какое-то время от вас, каких-то укромных уголков или от соседей. Потому что муравьи это тоже такие друзья природы, которые помогают другим насекомым жить. У них симбиоз, содружество. Так что живите в содружестве, наблюдайте за насекомыми, микроскоп, видеокамеру, и подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, кликайте на колокольчик здесь, чтобы получать обновления и новости о новых видео. С вами был Виктор Фурсов, кандидат биологических наук. До новых встреч на моем канале. Пока-пока, привет! Из Киева, от божьих коровок, Хармония, Аксиридис. Напишите в комментариях, видели ли вы таких странненьких божьих коровок в своей территории, где вы видели, это всегда интересно узнать. Вы видели ли вы их на Алтае, на Урале, во Франции, в Италии, в Сардинии, на Корсике, или в Алжире, или в Нигерии, где сейчас разные мои подписчики, в Малайзии, в Таиландии, или в Калифорнии. Видели ли вы необычных божьих коровок, которых вы раньше и не видели. И похожи ли они на такой Хармония Аксиридис своим цветом. Какие? Каковы они цветы? Чёрная, жёлтая, большая, маленькая, толстенькая, тоненькая, маленькая совсем. И что-то ли она ест на вашей территории? Листики, или мтлей, или может быть даже фрукты? Видели ли вы, что она ест фрукты, если она виноград на ваших полях? Это будет очень интересно посмотреть на такое личностное мнение распространения в разных местах. Не только научно, но и личный опыт каждого из подписчиков или просто зрителей. До новых встреч, с вами был Виктор Фурсов и Хармония Аксиридис, Божья коровка из Менчевой и мои хальциды, наездники, которые передают вам привет. О них будет отдельный специальный рассказ. Пока-пока, до новых встреч на моём канале. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Дима Торзок